Ребята, всем привет! Один из подписчиков не поленился и перефотографировал старую книгу, видно, что она уже поношена временем, о силовых тренировках с гирями, с гантелями и с резиновыми эспандерами. И некоторые упражнения меня просто потрясли. С одной стороны своей простотой, с другой стороны своей эффективностью. Теперь еще в запасе будет у нас несколько упражнений с гирями, но сегодня я хочу вам показать упражнение с гантелями для тренировки рук. Когда вы его увидите, вы подумаете, ничего в этом сложного нет. Но не спешите с выводами, пока не попробуете его сделать. Потому что я сходу хотел сделать восьмерками, потом попробовал шестерками, в итоге сошелся на том, что лучше показать четверками. Упражнение делается следующим образом. Мы берем гантели вот так за тело, и повезет тем, у кого советские вот такого образца гантели, когда можно взять ее за шар. То есть она не квадратная, не октагон, то есть не шестигранник, а вот кругленькие. И как раз подхват, рост силы, чем больше будет силы, тем больше будет вес, тем больше будет шар, тем больше будет грузиться хват. В общем, берем вот таким образом гантели и делаем следующий. Одну гантель поднимаем вверх, опускаем за голову, другую гантель заводим сзади, потом вот таким образом меняем и делаем то же самое на другую сторону. Тут у меня гибкость на эту сторону не очень, но суть в том, что при такой работе получается, сейчас я развернусь спиной, покажу. Получается, что работает очень хорошо хват, работает бицепс на сгибание руки за спиной, причем в очень интересных углах, в которых вы еще точно его не грузили, и работает как французский жим-трицепс. И помимо всего прочего, за счет постоянной смены положения очень хорошо прорабатываются плечи. В общем, смотрите, еще раз сзади покажу, что в это делается, берутся отягощение вот так, и поехали. Упражнение несказанно крутое, и, как я уже и сказал, с виду оно выглядит очень просто, но буквально с двух-трех повторов ты чувствуешь, как работает не только рука полностью, от кончиков пальца до плеча, но еще и трапеции, и спина, потому что тут и широчайшая подключается. И это упражнение мне очень-очень понравилось. Я думаю, что я углублюсь в изучение этой книги более детально, и мы с вами ознакомимся еще не с одним офигенным упражнением. Для всех тех, кто любит экспериментировать и действительно хочет одним буквально упражнением проработать руки, помимо вот этого подъема с гирями, вы можете попробовать поработать еще с гантельками. На сегодня все. До скорых встреч. Надеюсь, вам это видео понравится. Пока-пока.